Будем с вами ждать новостей и из Греции. В этой стране украинские моряки стали жертвами, как бы это странно ни звучало, произвола судебной системы. Десятки, даже сотни лет тюрьмы для человека без возможности даже нормально обжаловать эти приговоры. Кто и как может помочь этим людям, знает Елена Зорина. Это письмо в греческую тюрьму Коридолос Марина написала еще в феврале. Почти три года она ждет возвращения своего брата Анатолия. Моряка осудили за перевозку сирийских беженцев. И вот в марте, казалось бы, чудо. Апелляция и новость, что Толик уже к лету должен вернуться домой. Уже думала, как будем встречать, а тут уже говорят, что не отпускают. Но чудо не произошло. Когда моряк попросил решение суда, ему ответили еще сидеть и сидеть. Я просто в шоке, я не знаю, за что думать. Кто прав, потому что говорят одно, что он выходит, а теперь уже и другое. Афинская тюрьма Коридолос. Строгая охрана. Камеры, которые можно в нескольких шагах посчитать. Именно здесь, как и десятки других украинцев, отбывают наказание моряк Черкасский. Общение с родственниками, минимальная карточки для таксофона, это дорого. Телефон под запретом. Но мы находим возможность пообщаться с украинским заключенным. Анатолий рассказывает, его сокамерники, еще двое украинцев и один грек. Условия оставляют желать лучшего. На это эксклюзивное интервью Анатолий согласился из-за непонятного решения по апелляции. Когда судья вынес вердикт, переводчик, который был возле меня, перевела, что мне дали 7 катриксов. Это по грейской системе означает 32 месяца. Тот, который я отсидел. Но там пишут совсем не 7 лет, а 70 лет. Как такое могло получиться, не знает ни осужденный, ни адвокат. Сначала суд назначил 7 лет, но потом изменил решение на 70. У них есть право на это, но мы будем подавать апелляцию, время на это еще есть. Но если это ошибка стенографиста или неправильная трактовка переводчика и адвоката, то как доказать, осужденный не знает. Решения на руках нет. Не было и видео, и аудиофиксации на суде. Да и в целом Анатолий не понимает, почему украинские моряки попадают в ловушки иностранных работодателей. Никто не задается вопросом, почему из разных частей Украины ранее мы между собой не знакомы. Попадаем практически в одинаковую историю. Значит, больше стенала вообще-то не у нас. Я думаю, решение есть, возможность это все исправить, но благодаря только нашим дипломатам. На дипломатов надеются и те, кто стали заложниками на своих кораблях. Моряков сразу нескольких суден подозревают в контрабанде. Как с моря погоды они изо дня в день ждут, когда смогут вернуться домой. И так уже почти год. А теперь экипаж судна «Меконгспирита» – это 16 одесситов – привыкают жить по-новому, без топлива, света и воды. Так вот мы сейчас моемся, это у нас душевая. Это вот у нас получается умывальник. Это мы набрали в бассейн пресной водой, чтобы можно было постираться и помыть посуду на кухне. Стиральная машина на палубе, шланги на камбус, электричество на судне подают только два часа в сутки. Из-за этого один из моряков недавно попал в больницу. Было ночью темно, он спускался за водой и подскользнулся, и сломал лодыжку. И мы должны делать на днях операцию, вставлять спицы в ногу, чтобы как-то срастилась она. Пока идет расследование, об экипаже заботятся благотворители из греческой диаспоры. Наняли адвоката, поставляют продукты, сняли дом. Но живут в нем моряки вахтовым методом по пять человек. И не забывают о дежурствах на корабле. У нас здесь есть кухня, холодильник. Здесь три человека живет. И здесь еще одна комната. Здесь как бы есть постоянный свет. И хотя бы можно постираться и нормально помыться. Они надеялись вернуться домой уже на этой неделе. Адвокат подал прошение, чтобы моряки на время расследования могли покинуть Грецию и отмечаться в консульстве у себя в Одессе. Но первая инстанция отказала. Мама, папа, сестра. Все ждут. Вчера расстроились очень сильно. Потому что все ожидали этого решения. И все ждали, что полетим домой. Это только начало процедуры возвращения моряков в Украину. Должно пройти слушание суда высшей инстанции. Это решение могут принять на протяжении месяца. Но основное – это дождаться завершения досудебного расследования. По нашим законам для этого отведено 18 месяцев. Когда родные могут вернуться домой? На этой неделе об этом говорят родственники осужденных и тех моряков, которые ждут окончания расследования на кораблях. Говорят и в Киеве, и в Афинах. В греческой столице встреча с дипломатами и адвокатом за закрытыми дверями. В посольстве обещают за моряков поручиться перед греческим МИДом. Он у меня единственный сын, так распорядился Бог. Я хочу задать вопрос греческой прокуратуре. Следователь, назовите причины удержания моего сына и причины невозможности вернуть его на Украину под поручительство посольства. Когда муж будет дома, тогда я буду понимать, что это случалось. Я хочу видеть не только от родственников результат. Я хочу видеть результат от нашего министерства иностранных дел. Я хочу видеть, что они еще могут сделать на высоком уровне. В Киеве тоже разговор без журналистов. Около двух десятков родственников и дипломаты договариваются создать специальную межправительственную группу, которая будет разбираться в историях украинских моряков. Я хочу, чтобы муж не попался домой. Я очень надеюсь, что государство нас поддержит, поможет и вернет наших близких домой. Надежда на дипломатов и вера в чудо есть и у осужденного Анатолия Черкасского. Пока он передает весточку сестре. Дорогая сестричка, на суде мне оставили приезжий срок. И когда вернусь домой, не знаю. Вы держитесь, крепитесь, всех обнимают, побои. Думаю, все-таки чудо произойдет. Мы скоро встретим. Из Афины, Киева. Елена Зорина, Марьяна Бурякова, Лина Зеленская, Алексей Шматов и Василий Миновщиков. Подробности недели телеканал Интер. Обсудим ситуацию с человеком, работа которого заключается в том числе и в том, чтобы решать вот такие проблемы в других странах. Насколько, конечно, насколько позволяет ресурс государства. Василий Кирилевич, замдиректора департамента консульского обеспечения МИД Украины. Сегодня наш гость. Здравствуйте, Василий. Спасибо, что пришли. Василий, у вас есть точные цифры? Сколько украинцев сейчас находится под следствием? Сколько уже получили приговоры и находятся в тюрьмах Греции? Мы керуемся официальною информацией, которую держим от грецких органов влади. Я хотел бы поведомить, что за последними данными, которые мы держили от Министерства юстиции, приблизно 150 граждан Украины утримаются в вязниках. Частина из них уже, так бы мовити, держали вироки. Инші перебывают на этапе досудового следствия. Правда, тут треба було би зауважити, что ця статистика не является, так бы мовити, статичной. Вона дедалі змінюється. Есть много появлений нового обстоятельства. Я хотел бы поведомить, что нещодавно звольнено трех граждан Украины, которые произошли 7,5 лет в вязниках. И ждем, что, в основном, думаю, что в тюрьмах еще два в вязниках в Греции. Еще один аспект, который бы нужно было взять внимание, это, власне, динамику. Якою есть динамика. Мы проанализовали, какая динамика минулого года и этого года. И доходим к выяснению, что динамика не сходящая. За первые три месяца 2017 года затримано приблизительно 20 граждан Украины. То есть задерживать стали меньше? Так. А 2017 года за первые три месяца приблизительно 7 человек. Я понял. Скажите, вот эти страшные сроки, это десятки лет тюрьмы, 20, 30, 40 лет. Люди действительно остаются в греческих тюрьмах на такой длительный период? Или удается их вызволить? Или они сидят меньше? Очевидно, нужно было бы понимать природу и суть этих вироков. Відповідно до криминального законодавства Греции, найвищую мірою покарание за перевезение нелегальных мегантов, а грецкий правосудие квалификает нелегальное перевезение мегантов, как тяжкий злочин, что природнется до убийства, отже, вищая мірою есть 25 лет. Все другие цифры, которые звучат и нараховываются, это так называемые пропагандистско-моральные цифры, которые влияют виховным чином на особу, которую касается вирок, и, возможно, есть передача для других категории людей, которые могут иметь подобный намер. Мы имеем опыт и, собственно, имеем результаты, точнее, имеем примеры, которые свидетельствуют о том, что граждане отбывают, если они засудены на 10 лет, они отбывают 2,5 лет и оставят в вязнице. Правда, тут и целый комплекс обставин, которые замовляют тот или иной вирок. Это зависит от многих обставин, связанных с первым. Кстати, это зависит еще от того, что украинцы, ну, наверное, как и другие иностранные граждане, они остаются во время этого суда без шансов на справедливую и качественную защиту. Вот как греческая сторона это комментирует? Это вопрос я имел возможность обговорить с низкой официальных осіб, перебиваясь в отряжении на доручение министра закордонных справ. Власне, я провел серию встречи в Министерстве закордонных справ, в Министерстве юстиции, провел встречи с Генеральным прокурором при Верховном суде Греции. Я хотел бы поведомить, что грецкие официальные власти, грецкая влада понимает проблему, которая существует, висловлюет жаль с того, что, власне, украинцы причинилися до транспортирования нелегальных мигрантов до Греции. Грецкая влада понимает, что они, украинцы, могли бы стать, або, может, и стали жертвами шахрайства, обману, и запевняет, что обеспечивается абсолютно все дотримание всех прав, которые, власне, особа мает, громадянин, яка затримана на этапе досудового следствия и под час суду. Я имел возможность быть присутствием при судовом заседании и расследовании справ против семи украинцев, и маю поведомить, что, власне, у часа судового процесса были обеспечены грязи этих украинцев, и суду даруйте, и адвокатам, и перекладачам. На все это у украинского МИДа ресурсов хватает? Вот так положи руку на сердце. Дело ведь непростое делаете. Эта проблема, проблема перевезения нелегальных мигрантов, это новая проблема. И мы анализуем ее, и доходим... То есть учитесь на ходу, грубо говоря. Мы анализуем, и, так бы говорите, доходим к выяснему, что, возможно, нужно принять решение, что до подсиления, кадрового подсиления, посольства, подсилку том зору. Власне, в частине забеспечения прав украинцев, которые затриманы за перевезение нелегальных мигрантов. Возможно, действительно, это и стоит сделать, потому что, ну, все-таки, жизнь каждого украинца важна. А тут речь идет просто о сотнях. Спасибо вам за эту встречу. Василий Кирилевич, замдиректора департамента консульского обеспечения МИД Украины. Очень сложная у вас должность. Должен был прочитать. Отвечал на мои вопросы. Спасибо еще раз.